Ну что, ребятушки, по традиции чего-кого, всем отличного дня, прекрасного настроения, а сегодня речь у нас пойдет не только о готовке, но и о здоровье. Да, иногда здоровьюшка требует к себе внимательного отношения, и, соответственно, что? Мы садимся на диету, мы делаем какие-то физические упражнения, мы кардинально меняем свой образ жизни. Именно поэтому во всех водочных обзорах я лишь вот со стороны объясняю, что-то рассказываю, но ни в коем случае не пробую. Не волнуйтесь, со здоровьем, надеюсь, у меня все будет хорошо. Врач порекомендовал снизить немного холестерин, соответственно, холестерин снижается у нас правильной диетой. Не только таблетками, да, но в первую очередь диетой. То есть надо вначале попробовать питаться правильно, и, соответственно, может быть, вам таблеточки и не понадобятся. Но, как и любая диета, она очень быстро вас задолбит. То есть если вы и спортом занимаетесь профессионально, садитесь на какую-нибудь безуглеводку, и, соответственно, через неделю вы просто выжатый лимон, так? И здесь, если с каким-нибудь ЖКТ, желудочно-кишечным трактом, у вас некие проблемы, там вообще вот эти все столы, они очень-очень пресные, без соли, без всего, что вы привыкли, чем вы привыкли радовать себя в жизни, да, и это все быстро очень-очень надоедает. Вот, и это главная проблема. Поэтому вот этот летний салат, да, который, я уверен, взглянув на вот мой стол, да, и что есть разложено, вы скажете, да и какой это рецепт. Нет, тут дело даже не вот именно в рецепте, да, и как он приготовлен, а как это все дело сделать так, чтобы оно вам не доедало, не надоедало, потому что, ну, диета, она ни день, ни два холестериновая, это минимум месяц, то есть быстро там ничего не сгоняется, особенно если превышение где-то раза в два и выше, да, то это должно у вас в какой-то образ жизни войти, вот это питание, поэтому его надо разнообразовать. Соответственно, основа салатика, основа, ну, вот просто зелень, вы можете, ну, день, два, три, четыре питаться, потом вы просто превратитесь в кролика. Соответственно, сегодня я приготовил креветоны, их чуть-чуть на одну порцию, и я их заранее замочил в своем соусе. Далее тут листовой салатик, просто обожаю его, лучок, если вам ни на какую деловую встречу не надо, то с удовольствием можете и чесночок, но сейчас чуть-чуть поподробнее об этом. Тут у нас петрушечка, огурчик, две помидорки, лимон, спросите, для чего? Сейчас тоже чуть попозже объясню. Далее у нас тут подсолнечное маслице, чилийский перчик, кунжут, куда же без него. Тут лимончик, тут вот томатный сок. Ребят, если вы не пробовали в томатный сок кинуть лимончик, я вас, ну, просто не знаю, обрадую или наоборот заставлю вас разочароваться, что же вы такую вкуснятию не пробовали. Ребята, берите, режьте дольку, окунайте, давайте сразу вот прям сделаем. Очень-очень вкусно, но лимончик у меня пойдет и в салатик, ну, пиалочка, чтобы туда все это дело нарезать. В общем, давайте, это сейчас у нас, не знаю, как назвать, заварится, да, дело. А я буду пока нарезать, соответственно, что уж. Давайте кривитуси, кривитуси. Сразу вот сюда мы высыпем. Дело тут нехитрое и к чему все, весь этот, собственно, все это видео, да? Как это все дело разнообразить? Почему я начал с креветочек? Вместо креветок вы можете, да хоть каждый день, например, взять консервированную горбушу, взять консервированного тунца, взять яичку, взять уже опостылившую вам курочку вареную, да? И смотрите, это уже 5-6 салатов получилось, то есть каждый день вы можете менять, по сути, салат и есть разный, да? Можете добавлять болгарский перчик сюда. Можете, опять же, я говорил, если вам не надо ни на какую деловую или романтическую встречу, можете добавить чесночок вместо лучка. То есть все дело в замещении продуктов. Любая диета, она задолбит вас однообразием. Соответственно, главное нам не искать каких-то экзотических, да, продуктов, а главное нам вовремя все это дело менять и своему организму говорить, дружище, сегодня у нас что-то новенькое для тебя, и организм будет с удовольствием, в общем-то, вас поддерживать в ваших начинаниях по сохранению своего здоровьишка, да? Вот. Лимончик. То есть в каких-то всяких жиросжигающих диетах или просто в очистке организма он всегда присутствует. То есть как вы кидаете в чайник лимонную кислоту, так как в наш организм очень полезно закидывать лимонный сок, поэтому берем сюда пиалочку, оп, и вот так вот поливаем. Ребята, кстати, вот томатный сок, я думаю, чуть уже, судя по вкусу, ой, по запаху, уже чуть настоялся и пахнет лимончиком. Ах, божественный нектар, попробуйте обязательно. Очень-очень вкусный и очень хорошо. Так, давайте листовой салатик. Крупно резать не буду. Кстати, вот если уж говорить о рецепте, да, кто-то мелко, кто-то крупно любит, но кто-то средний, я режу средне. Почему? Да потому. Так, сорян, чуть петрушечку с палочками не порезал. Почему? Да потому что если мелко, да, вот мне с детства это не нравится. Мелко это просто какая-то каша, ребят. Ну, у нас салат, я не говорю, что надо там пополам или просто взять помидоры есть, это уже закусь, да. Если вы вышеупомянутую водочку сидите с друзьями, то это на где-нибудь там на коробочках за гаражами, это прям вообще очень кстати будет. И тут я поддержу, что можно просто не резать, а сыпать солью. Кстати, солью, которая при холестериновой, антихолестериновой диете, да, вообще, ну, как вот, нет. Нет-нет-нет. Почему? Потому что это создает давление в нашем организме и от соли. Кою я очень люблю, надо прямо вот отказываться. Соответственно, по-сему у меня креветочки. Креветочки у меня. В соевом соусе. Кунжутик, ребят. Вот так вот сверху масло, потому что все-таки от жиров нам полностью отказываться не нужно. И что? Вместо соли и для поедания какого-то экзотического вкуса мы посыпали червицким перцем. Все. Тщательно это дело перемешиваем. Не забываем, что креветочки я бросил на самый низ. Вот они появляются. Вкуснятина, я вам скажу, редкостная. Но это только первый салатик, да, из наших семи в неделю. Седьмой придумайте сами. Я вот вам шесть придумал. Завтра я буду вместо креветок класть сюда тунца. Рыба. Рыбные морепродукты. Рыбные морепродукты очень полезны, да, при такой диете. И с кором соевого можно было бы чуть поболее. Но это на мой вкус, вкус любителя поесть солененького, да, что очень меня топорщит в этих диетах. Вот больше всего, что блюда не до конца досолены, да. Да, я, ну, просто обожаю соли, и от этого все мои проблемы, собственно, со здоровьем возникают. Потому что, ну, прям вот у меня глаза закатываются. На сладкое могу вообще не смотреть, а вот соленое только дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай. Вот все. Давайте. Ой, как хорошо, ребят. Ну что, кухня, кухня обо всем, да. Подписывайтесь, лайкайте. Надеюсь, это видео, да, будет полезно для тех, кто решил заняться своим здоровьем. Ну, или не просто здоровьем, просто похудеть, просто держать себя в форме, или просто очень любит зожные всякие вот стили жизни и продукты. Еще раз. Подписываемся. Кухня обо всем. Петр Борисович всегда френдли. Он всегда ответит на все, даже на плохие комментарии. Но, надеюсь, вы не будете писать ничего плохого, а только позитивное и душевное для меня. Все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok